Одинцова принимает кубок Михаила Кутузова по каратэ уже в четвертый раз. Ежегодно ширится география участников. Москва, Санкт-Петербург, Ставрополье, Тюмень. Команды более 20 городов и регионов России решили испытать свои силы в этом олимпийском виде спорта. Я приехал из Московской области, из города Клина. Команда у нас хорошая. У нас есть главный тренер сборной России Тазотов Сергей Александрович. А так мой тренер – Розаев Михаил Робидович. Занимаюсь каратэ на протяжении 5 лет. До этого я занимала 4 года самбо. И самому мне не очень нравилось из-за того, что у меня были проблемы со спиной. Я пришла в каратэ. Мы приезжаем на соревнования для того, чтобы получать какой-то опыт. Одновременно с Кубком Михаила Кутузова Федерация каратэ России проводит первенство Центрального федерального округа. Участники разделены на несколько возрастных групп. В каждой по 5 весовых категорий. Одинцовский район представлен многочисленной командой каратистов спортшколы поселка Горки-10, в которой свои лидеры. Все, которые есть спортсмены, все выступают. Я снял старших, потому что они травмированы немножко. И мы приехали только из Баку, международный турнир. Там хорошо выступили. У нас Валентин Жук хорошо выступил. Взрыв от Синала работал и Серебряков, и Тарнакин. Ну, то есть те же самые. Но самое главное, что у нас тот молодой мастер, чемпион Титов с Одинцовиц, который уже на протяжении трех лет первый-первый-первый, то он здесь будет выступать, но после обеда, категория 14-15 лет. Если это юниоры, то их видно не сразу. Юниоры, как правило, в силу характера, в силу возраста. Это люди, с которыми еще работать и работать, то могут выстрелить. Если взрослые, и если говорить об основе наших чемпионов непосредственно России, то, конечно же, их видно сразу и уровень и класс. Но всегда с юниора можно превратиться в большого спортсмена уже в уровне международных соревнований. В Кубке Кутузова один из лучших результатов показал каратиста из спортивной школы «Горки-10» Артемий Богомолов. Юноша выступал в категории 14-15 лет в весе до 52 килограммов. Вместе со спортсменом в турнире принимал участие и его тренер Денис Осипов, ставший бронзовым призером в категории ката. По итогам первенства Центрального федерального округа будет сформирована команда Московской области, которая в конце ноября выступит на чемпионате России в Махачкале. Каратистам предстоит борьба за место в национальной сборной. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова